Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как использовать Spark из-под IntelliJ IDEA И мы создадим наше первое приложение уровня Hello World Собственно, давайте мы создадим новый модуль Должен быть Maven модуль Здесь какой-нибудь такой Max Spark Next Next Yes И все, что нам нужно здесь сделать, это добавить Dependency Dependency у нас должна быть вот такая вот И в принципе все Теперь смотрите, мы можем создать здесь пакет И файл Здесь пишем public static web main И можем писать наш код Первое, что нам нужно Ну, на самом деле, вы помните, да, как мы писали В код в консоли Здесь у нас был объект SC Вот он, это Spark Context Нам, соответственно, нужно сделать, создать точно такой же Spark Context И через него работать Но перед тем, как мы создадим, нам нужен Spark Config У него нам нужно вызвать setmaster, это local То есть локальный мастер и upname имя нашего приложения Ну, тут неважно, Spark Test Пускай будет что-то в этом духе Главное, что у нас есть теперь этот конфиг Дальше нам все лишь нужно получить контекст То есть Java Spark Context Равно New Java Spark Context И сюда мы передаем наш конфиг Вот, в принципе, и все Теперь с этим контекстом мы можем работать точно так, как если бы мы работали в консоли Мы можем взять контекст Ну, мы с вами читали файл С помощью метода текст файл Здесь мы тоже можем прочитать файл Здесь мы можем указать Я могу, допустим, в ресурсах положить какой-нибудь файлик Temp.txt Здесь там Hello World Здесь я могу прописать Давайте Копи-пасс И получить вот такой вот RDD объект RDD объекты Это вот набор коллекции Коллекции объектов Которые хранят данные То есть где они хранят не имеет значения То ли это файл То ли это клауд То ли это какая-то база данных Суть в том, что это коллекция объектов С которой мы будем работать Я вам еще объясню определенные концепции Работы с этим RDD объектом Сейчас Особо не заморачивайтесь Тут Все, что нам нужно разобраться Это с тем, как Как работать с Java То есть мы с вами разобрались Как работать из-под консоли Делать какой-то там Просто запускать код Сейчас мы просто из-под Java Из-под IntelJD Мы создали проект Просто запустить Хотя бы тот же файл Прочитать Вот И, собственно говоря, мы можем прочитать И можем Посчитать количество Количество строк Точно так же, как мы делали Вот здесь И давайте мы запустим данный код И я вам продемонстрирую это все Тут сейчас на самом деле Много всего упадет Воды Но суть в том, что Двоечка вывелась Вот эта двоечка Это и есть наш каунт То есть наше количество Количество строчек В нашем файле Вот Это и есть основа работы То есть Суть в том, что В отличие от консоли Да, мы здесь просто ручками Создаем контекст И потом через контекст Мы работаем Уже дальше Дальше Я вам в следующих видео Расскажу Какие тут Что такое РДД Как с ним работать Какие есть Типа там Команды И так далее В общем, мы снимем Потихоньку будем с вами изучать На сегодня все Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok